Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Смотрите сегодня выпуски. Туризм и индустрия гостеприимства. Совсем скоро на курортах могут появиться модульные гостиницы. У регионов есть возможность получить субсидию на строительство. Есть такая профессия – родину защищать. Подвели итоги месяца патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы. Сладкие подарки в преддверии праздника Ураза-Байрам. Делегация партии «Единая Россия» сегодня посетила социальные учреждения республики. Юбилей собирает друзей. 75-летие отметили писателя-прозаика, общественного деятеля Валерия Казакова. Резонансное преступление совершено в Карачаевске. Убийство 9-летней девочки. Следователи и криминалисты Республиканского следственного комитета с оперативниками МВД работают на месте происшествия. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления. По предварительной информации, девочка вышла из дома в час дня и не вернулась. После тело ребенка нашли в подъезде. В наших информационных выпусках мы будем информировать вас о расследовании и лицах, причастных к данному преступлению. По поручению президента России, Минэкономразвитие разработало порядок поддержки строительства модульных гостиниц. Эта мера направлена на оперативное наращивание современного номерного фонда. Подробнее об этом рассказал директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития России Дмитрий Веригин. Мы продолжаем одно из самых важных направлений – развитие инфраструктуры комфортного отдыха в наших регионах. По поручению президента разработали порядок поддержки строительства модульных и некапитальных средств размещения. Данная поддержка направлена на оперативное наращивание средств размещения по всей территории страны, а также создание современного номерного фонда. В данной программе активно проявляет интерес и регионы, и бизнес. В настоящее время правительством утверждено соответствующее постановление. Минэкономразвития России объявляет о старте с 20 апреля конкурсного отбора инвестиционных проектов по созданию модульных и некапитальных средств размещения. На эти цели выделено 8 млрд рублей на ближайшие два года. Данные средства будут направлены на финансирование приобретения и монтажа модульных и некапитальных средств размещения. Инвесторам необходимо подготовить документы в соответствии с утвержденным правительственным перечнем и направить их в органы исполнительной власти в регионе, курирующей туризм. Далее ожидаем поступления заявки субъекта Российской Федерации с перечень инвестиционных проектов для дальнейших рассмотрений на конкурсном отборе. Вся необходимая информация размещена на сайте Минэкономразвития России. Есть такая профессия – Родину защищать. Под таким названием в Черкесске прошло торжественное мероприятие, приуроченное к закрытию месячника патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы. Подробности у Али Баташева. Торжественный внос знамён страны. Гимны России и Карачаева-Черкесии открыли мероприятие. Военный комиссар Сергей Белобородов напомнил, что с 1 апреля 400 призывников из республики будут направлены для прохождения воинской службы и рассказал о её преимуществах. На сегодняшний день служба в армии определяющая для молодого человека, потому что, ослужив именно военную службу по призыву, для молодого человека открываются двери во многих сферах профессиональной деятельности. Потому что на сегодняшний день при наборе на работу как в органе государственной власти, федеральные исполнительные органы, приоритетом считается военная служба. На мероприятии подвели итоги месячника патриотической спортивной и оборонно-массовой работы, в котором участвовало около 15 тысяч школьников. Спасибо всем педагогам и ребятам за то, что к организации этих мероприятий вы всегда подходите ответственно и с душой. Они направлены на патриотическое воспитание молодёжи, укрепление здоровья, развитие культуры и спорта. За участие в различных конкурсах, соревнованиях лучшие получили награды. Керам Коркмазов стал победителем смотра конкурса «Юн армеец» в городе Черкесске. Он с детства собирается стать профессиональным военным и служить своей стране. Служба в армии – это первое дело мужество. Отдать долг родине – это, конечно, хорошее дело. И поэтому я собираюсь служить. А он сегодня служит? Конечно. И даже сейчас служит, и брат служит старший. И сейчас есть дядя, он воюет на Украине. И поэтому я считаю своим долгом тоже послужить и тоже отдать долг родине. В ходе мероприятия прошла торжественная церемония – присяга юно-армейцев. Несколько десятков мальчишек и девчонок с красными беретами в руках произнесли слова клятвы. «Быть патриотом и достойным гражданом России. Клянусь! Клянусь! С честью и гордостью нести высокое звание юно-армейца. Клянусь! 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 Клянусь!» Старшие юно-армейцы с гордостью показали свои навыки обращения с оружием и строевую выправку. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Продуктовые наборы, фрукты и сладости к праздничному столу. В преддверии праздника у Роза Байрам делегация от регионального отделения партии «Единая Россия» посетила социальные учреждения республики и вручила сладкие подарки. Подсмотрите подробности. В Атаго ребятишек бодро разбирает пакеты с подарками. В каждом продуктовый набор – фрукты, сладости и любимые многими детьми шоколадные конфеты. Подарки понравились, они украсят праздничный стол, считает воспитанница Центра надежда Армида Кизилбекова. Я вообще люблю шоколадные конфеты. Мне здесь очень нравится. Здесь очень хорошие воспитатели, здесь очень вкусно кормят. А тебе нравятся когда подарки? Вот сегодня вам подарки дали? Да, нравится. А что там было внутри? Там было сладости. По поручению нашего депутата Государственной Думы, Джешербека Борисовича Узденова, он уже это стало доброй традицией, всегда в преддверии праздника Уроза Байрам поздравляет такие учреждения. Сегодня мы привезли вам подарки от его имени. Хотелось бы всех в преддверии наступающего праздника поздравить, пожелать самое главное крепкого здоровья, чтобы у вас в жизни все всегда было, как в праздник. Кроме Центра Надежда, делегация от регионального отделения партии «Единая Россия» посетила дом ребенка в Черкесске, пансионат для людей старшего поколения «Гармония» и другие соцучреждения, чтобы поздравить с предстоящим праздником Уроза Байрам и вручить подарки. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Субтитры предоставил DimaTorzok В Кисловодском цирке оживают мифы Древней Греции. Арена, бескрайнее море, фонтаны, морские котики, живой вокал. Все это цирковой мюзикл на воде «Одиссея». Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. В станице Зеленчукской отметили День ветерана органов внутренних дел. На мероприятии отметили труд полицейских, которые на протяжении службы отдавали себя работе во благо безопасности и благополучия граждан. Работники силовых структур ведут активную патриотическую работу среди молодежи. Даже после ухода на пенсию они в строю. Остаются наставниками для молодых сотрудников полиции, делятся своим бесценным опытом, помогают в раскрытии преступлений. Почетными грамотами и благодарственными письмами наградили ветеранов, внесших свой вклад в работу правоохранительных органов, представителей районной администрации за поддержку, а сотрудников полиции за доблестную службу во благо Отечества. За сотрудничество и информационную поддержку был отмечен и коллектив ГТРК Карачева-Черкесия. Вы очень много прошли, вы сделали очень большую работу, нужную работу для этих районов. Прежде всего, это говорит о чем? О том, что в этих районах у нас всегда, мы уверены и знаем, что у нас всегда будет спокойствие, стабильность. Всегда на вас рассчитываем. И сегодня мы рассчитываем на вас и уверены, что вы, если нужна будет ваша помощь, ваша поддержка, вы всегда откликнетесь. По сей день остаются основой вашей деятельности, совесть, честь, полная самоотдача и работе. Верность данной клятве служит своему Отечеству. Вы с честью несете гордость звания ветерана МВД. Сегодня в Черкесске в МВД-музее молодые сотрудники Министерства внутренних дел по Карачево-Черкесии приняли присягу на верность службе России. По традиции мероприятие организовали в торжественной обстановке. Со словами поздравления обратилась член Совета ветеранов Надежда Печура. Она отметила, что это важное событие в жизни каждого молодого сотрудника. Надежда Александровна посвятила не один десяток лет службе. Данная церемония не случайно проводится в стенах музея МВД, рассказывающем об истории создания и развитии органов внутренних дел нашей республики. Надежда Печура пожелала стражам порядка чтить и соблюдать традиции, выполнять свои обязанности честно и справедливо. Торжественный день в жизни молодых сотрудников, я так считаю, а я как ветеран, для меня это тоже настолько свято и чтимо. Сегодняшним ребятам, которые примут присягу только мирного неба, здоровья и самого великого службы по защите прав и свобод граждан России. Я всегда мечтал с детства быть полицейским. Я долго к этому шел. Все эти шесть месяцев я усердно старался, изучал. В дальнейшем будем работать, как сказал ранее, не щадя себя, во благо Родины. Юбилей собирает друзей. Под таким названием прошел вечер-портрет, посвященный 75-летию талантливого писателя-прозаика, видного государственного и общественного деятеля, руководителя Ногайского театра Валерия Казакова. На мероприятии побывала Альбина Кручинова-Кенжева. На праздники забрались писатели, поэты, журналисты, общественные деятели, артисты и студенты. Директор библиотеки Салый Хапчаев поприветствовал гостей, торжественно открыл декаду Ногайской литературы и поздравил Валерия Казакова с юбилеем 75 лет. Ногайский народ, народ с историческими корнями, интересной культурой, начало которой уходит в глубокие века и тысячелетия. Естественно, культуру, историю, искусство, литературу его создают, создавали поэты, писатели, художники, историки, творцы искусства. Одним из ярких, таких талантливых личностей этого народа является нами всем уважаемый писатель и поэт Казаков Валерий Саперевич. Министр по делам национальности и массовым коммуникациям Альберт Кумуков сообщил, что книга Валерия Саперевича включена в план в книжное издательство республики. Вы являетесь примером для нас, нашим учителем. Спасибо, что вы никогда не отказываете нам в помощи, в советах, мы можем обращаться к вам. Валерий Казаков – выпускник Литературного института имени Горького, член Союза писателей СССР и РФ. Лауреат литературной премии имени Горького за лучшую первую книгу молодого автора, за произведение «Звезда Бабай». Также премии Союза писателей СССР. Валерий Саперевич является автором популярных произведений на ногайском языке. Будучи творческим человеком, стал основателем Ногайского государственного драматического театра в Карачаево-Черкесии и возглавил его. Благодаря его упорству и трудолюбию, самый молодой национальный государственный театр России сегодня успешно гастролирует по местам компактного проживания ногайцев по всей России. Говорить на своем языке, писать на своем языке и понимать, что ты входишь в огромный большой мир, мир, значит, литературы, входишь в культуру, общероссийскую культуру. Это когда столько народов Российской Федерации, более 200 народов Российской Федерации, и ты являешься какой-то частицей вот этой великой культуры. Много теплых слов было сказано в адрес юбиляра от друзей и коллег. Неоценим вклад, Валерий Сергеевич, ваш вклад в общественно-политическую жизнь ногайского народа, Карачаева-Черкесии, а сейчас и России тоже. И ваш вклад в литературу на ногайцев Карачаева-Черкесии. Мы все ваши ученики, вы наш Аксакал, мы вас любим. Коллектив Ногайского театра устроил небольшую концертную программу. Библиотека продемонстрировала подборку кадров из жизни Валерия Казакова. И в заключении вечера состоялось вручение благодарственных писем. Альбина Курочинова, Кенджи Валек Малхожев, Вести, Карачаева-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Дорога к счастью». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова